А мы с вами перейдем к следующему, 3.11, к оптимизации методом слепого поиска. Это первый из статистических методов слепого поиска. Давайте рассмотрим вначале идею метода слепого поиска. Есть у нас функция от множества от n переменных, которую мы с вами должны минимизировать. На эти переменные наложены ограничения. Вот давайте мы одну из этих переменных и развернем. Вот у нас какая-то итое переменная. Вот нижняя ее граница. Вот ее верхняя граница. Ну а вот тут пусть ее оптимальное значение. Мы должны попасть в оптимальные значения всех переменных, используя датчики случайных чисел, естественно, с равномерным распределением. Почему? Потому что мы никогда не знаем, где же у нас эти оптимальные значения расположены. Естественно, что попасть прямо в точку оптимального параметра невозможно. Мы можем попасть только с какой-то точностью. Вот эту самую точность мы и поставим здесь. Значит, попасть в область оптимального значения параметра с точностью дельта итое. Используя датчик случайных чисел, генерируется набор случайных значений параметров. С равномерным распределением. Для этого набора считается функция качества. И так повторяется много раз. Оставляется только то решение, где функция качества самая маленькая. Вот примерно что сделать таким образом. Я вам даю схему, на которой номиналы не стоят. Завожу вас в комнату, говорю, вот по этой стенке тут все резисторы, по той стенке конденсаторы, тут индуктивности. А вот вам схема, вот паяльник. Вы идете, не глядя, дергаете там нужное количество резисторов, конденсаторов, спаяли, ничего не работает. Спаяли, ничего не работает. Потом какая-то работает, отставили ее. Потом через какое-то время получилось еще лучше работающее. Тогда вы ту, что лежала на столе, выбросили в помойку, оставили вот эту, которая получше работает. Ну вот таким образом и идет оптимизация. Во время ООНа, когда-то мы по Сибири путешествовали по подкаменной Тунгусске, там вот где Тунгусский метеорит упал. Ну и набрели на Эвенков, вот сидели, беседовали. Эвенк рассказывал, как они охотятся на белок зимой. И белок характеризовал, что есть белок, белка умный, а есть белка самый последний дурак. Вот самый последний дурак, это который от того дерева, где у нее гнездо, во все стороны бегает зимой. Они сразу по следам находят и ловят. Вот и этот метод, казалось бы, самый последний дурак. То есть никакого ума, знай себе тут методом тыка, собирай и проверяй. Давайте нарисуем схему алгоритма. Чтобы понять, что нам дано. Дана нам программа моделирования, которая позволяет вычислять функцию качества. Даны границы изменения переменных. Запускаем счетчик числа итераций. Запускаем счетчик числа переменных. И генерируем случайное значение и этой переменной. Накатом шаги, которая лежит внутри допустимых границ ее изменения, этой самой и этой переменной. При этом используем равномерное распределение. И вот эту процедуру повторяем столько раз, сколько у нас есть переменных. Значит, когда мы из этого цикла выкатимся, у нас будет с вами нагенерированы случайные значения всех n переменных. То есть параметры всех элементов, которые у нас есть в цепи. Значит, мы можем посчитать функцию качества вот при этих параметрах. Ну, а дальше давайте сделаем оптимизацию. Значит, проверяем, что наше k равняется ли оно единичке. Если да, если мы первый раз только зашли, то сохраним то, что мы получили, как оптимальное. То есть v оптимальное равняется vk, f оптимальное равняется f от vk. Ну, а если нет, то будем проверять, а что наша функция качества на катом шаге, меньше ли она, чем f оптимальное. Не получили ли мы результат лучше? Если да, то перепишем этот результат как оптимальный. Ты еще раз думал, направо-налево. А? Это да? Что? Вот сюда к вам откроем. Это да или нет? Да, 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 да. Значит, если у нас получился опыт удачный, мы его сохраняем как оптимальный. А если неудачный, мы его забываем. Ну, а дальше проверяем. Обычно, как проверяет, устраивает ли нас полученное оптимальное значение функции качества. Если нет, увеличиваем шаг итерации на единичку и опять начинаем генерировать случайные значения переменных. Ну, а если да, передаем результаты в постпроцессор, и он начинает нам строить всевозможные графики. Вот такая простая программа оптимизации. Постпроцессор, который обрабатывает результаты того, что мы получили. Ну, конечно, сама-то программа мало что занимает. Главное, это вот программа моделирования. Она-то может занимать очень много как места, так и времени на исполнение. Вот давайте мы теперь вот такой дурашливый способ сравним с самым лучшим из тех результатов, что мы получили по количеству обращений к модели. Вы помните, наверное, что лучше всего мы получили меньше всего обращений к модели, требуют градиентные методы, у которых среднее по золотому сечению плюс n плюс 1 умножить на число итераций. Количество обращений к модели. А вот мы сейчас найдем здесь, сколько ж нужно обращаться к модели, и сравним с градиентными методами. Так, все, не срисовали схему алгоритма. Вот, кстати, этот метод в микровейной офисе значится как random global. Random global. А local это метод самообучения. Да, метод самообучения, он получше, конечно, но понятно, что самообучение. Хотя, как он работает, они не написали. Да, привайт пропати, и все. Ну что, замечательно. Кстати, мы можем в первый же раз, бах, и всеми переменными попасть в оптимальные области. Вот будет, да. Но так бывает только в сказке. Так, ну поедем. Значит, если мы используем плотность вероятности, график плотности вероятности, с которым мы генерируем случайные значения переменных равномерным, то очевидно, что вероятность того, что мы попадем одной переменной за одну генерацию, вот в область оптимальных значений параметра, будет равняться отношению ширины нашей области, вот то, что мы выделили, на всю допустимую область изменения переменной. Давайте мы для сокращения обозначим это дельта и тая. Значит, дельта и тая, это вот получается относительная точность, с которой мы должны найти оптимальные значения параметра. Соответственно, вероятность того, что мы не попадем в эту область за одну генерацию, равняется единице минус вероятности того, что мы попадем, и будет равняться единице минус дельта и тая. Но мы будем генерировать не один раз, а много раз z слепого поиска. Значит, вероятность того, что мы не попадем за z слепого поиска, очевидно, по центральной предельной теореме, должна получиться как произведение вероятностей. Если считать, что датчик случайных чисел идеален, а, к сожалению, все программные датчики, они не идеальны, они, вообще-то, строго говоря, периодические, они, то есть, квази-случайные. У них большой период, у них похоже на равномерное распределение, но отличается от равномерного. Но будем считать, что это идеально. Тогда перемножение этих вероятностей, очевидно, будет эквивалентно возведению в степень. Вот с такой вероятностью мы не попадем за z слепого поиска. Ну, а, соответственно, вероятность того, что мы попадем, будет равняться единице минус вероятность непопадания. Единица на единице минус дельта и т в степени z слепого поиска. Ну, это-то по одной переменной, да, упрощенно. А ведь у нас-то нужно в n-переменные попасть. Значит, вероятность попадания каждой переменной сразу в свою оптимальную область. Когда мы генерируем не одно, а n значений, будет, очевидно, равняться произведению p попадания и т по и от единички до n, или будет равняться произведению по и от единички до n единичка на единичка минус дельта и т в степени z слепого поиска. Нет, z это количество генераций. Сколько раз мы генерируем случайные значения переменной? Ну, здесь мы генерируем для всех переменных одинаковое число z слепого поиска. Ну, а дальше, если бы мы писали, конечно, диссертацию, мы бы с вами исследовали очень глубоко. Кстати, методы слепого поиска, в общем-то, разработаны, были в основном у нас в Советском Союзе. Это группа Миры А, работала в Миры А под руководством академика Растригина. Там, кстати, Венцель Екатерина Олеговна, если вы учебник по теории вероятности листали когда-нибудь, Венцеля. У нее есть и художественные произведения, а художественные она писала под псевдонимом Игрикова. Игрикова, да, там кафедра, полигон, ну, у нее многих таких. А мы с вами, конечно, пойдем более простым путем. Давайте мы будем считать, что все у нас дельта и т постоянные. То есть относительная точность для любой переменной, с которой мы хотим найти оптимальное значение, будет одинакова. На практике, конечно, это не так. Почему? Потому что допустимые границы для каждой переменной разница. В одних случаях относительные границы составляют, там, до тысячи доходят, например, емкость от одной до тысячи пикофарад. В других случаях гораздо уже. Поэтому выравнивать относительные границы, это, конечно, дело опасное. Но никуда мы не денемся. Значит, в результате мы получим так, что P попадание по всем N переменным будет равняться 1 на 1 минус дельта в степени Z слепого поиска и в степени числа переменных. Вот отсюда мы уже можем вытащить, сколько ж раз нам нужно генерировать вектор случайных параметров, чтобы надежно всеми переменными сразу попасть в оптимальные значения. Ну, давайте сделаем. Значит, корень N-ой степени из P попадания по N переменным будет равняться 1 на 1 минус дельта Z слепого поиска. Ну, или 1 минус дельта Z слепого поиска будет равняться 1 минус корень N-ой степени из P попадания по N переменным. Ну, или прологарифмировав, запишем, что необходимое количество генераций вектора случайных параметров, то есть необходимое количество раз обращения к модели, будет равно отношению двух логарифмов. Логарифм 1 минус корень N-ой степени, N число наших переменных P попадания, поделить на логарифм 1 минус дельта. Вот сколько раз понадобится нам обращаться к модели метода слепого поиска, сколько раз придется генерировать. А почему логарифм именно к степени с E там получается? Ну, L-ой. Ну, пожалуйста, можно брать, конечно. Логарифм от этой самой, ну, как-то основание E ближе, чем десятка. Когда Z слепого поиска равняется Z градиентных методов. Эта поверхность будет нам разделять по оптимальности градиентные и методы слепого поиска. Над поверхностью окажутся выгоднее методы слепого поиска, под поверхностью градиентные методы. Но у нас переменных здесь получается сколько? Среднее по золотому сечению, число переменных, количество итераций градиентным методом, вероятность попадания требуемая и точность. Итого получается пять переменных. Построить поверхность от пяти переменных невозможно. Поэтому давайте мы чем-то зададимся. А зададимся мы чем? Ну, зададимся P попадание суммарное, вероятность нахождения оптимальных значений переменных. Зададимся среднему по золотому среднему по золотому сечению. Тогда у нас останется три переменных. И вот на осях точность, число переменных и количество итераций градиентным методом, мы вот эту самую поверхность постараемся построить. Тут градиентные методы выгоднее, тут методы слепого поиска. Ну и это-то на доске нам не построить. Мы с вами построим сечение этой поверхности для двух случаев, когда k равно единичке и когда k равно десяти. то есть когда делается одна итерация градиентным методом и когда делается десять итераций. Вот эти вот кривые сечения этой поверхности мы с вами сейчас на графике и изобразим. Значит, вот для случая, когда вероятность попадания равняется 0,8 то есть вероятностью 80% мы найдем оптимальные значения параметров. Среднее по золотому сечению равняется 10. Получились вот такие графики. Значит, здесь у нас по оси идет количество переменных, здесь идет точность 0,1 0,2 обратим внимание точности никудышнее, да, 10%, 20% а по оси отложим переменные в логарифмическом масштабе 2, 4, 8, 16, 32, ну, на больше у меня пороха не хватает. так, значит, когда у нас 4 и k равно единичке, то здесь у нас точка стоит 0,18, при 2 эта поверхность уходит в бесконечность асимптотически, при 8 это будет точка 0,16, при 16 где-то 0,14, ну, и здесь 0,13 примерно получилось, то есть тут уже выполаживается, и, соответственно, получается вот такая вот кривулина. Значит, вверху выгоднее методы слепого поиска, внизу выгоднее градиентные методы. Это для случая, когда мы сравниваем с градиентным методом за одну с одной итерацией. Так, вот тут-то я немножко неоправданно градиентные методы, надо вот здесь в сторонке пометить. А вот если количество итераций градиентным методом равно 10, то при 4 мы имеем 0,04, при 8 мы имеем 0,02, при 16 мы имеем те же самые 0,16, но тут пониже, наверное, вот так должно быть, 0,0,16, при 32, 0,0,15. это число итераций градиентным методом. Что там написано? Z, SP, а вот после этого это... Так нет, это я показал, чем мы будем задаваться. Ну, а при 2 опять уходит в бесконечность. Итого получается вот такая вот кривая для случая k равняется 10. Ну, и чем больше k, тем она будет ниже, но она уже дальше почти не снижается. Там где-то в третьем, четвертом знаке после запятой идет, то есть она почти уже не садится. Ну, а теперь давайте выводы сделаем из того, что мы получили. Ну, первый вывод очевидный, что если у нас количество переменных 2, то использовать методы статистические никакого смысла нет. При малом количестве переменных всегда методы поисковые оказываются лучше. Второй вывод. Если мы хотим найти значение переменных с высокой точностью, которая составляет доли процента, то методы статистические никогда не будут выгодными. Более того, они и теоретически никогда нам не дадут оптимального решения. Только за бесконечное число генераций. А вот когда мы хотим грубо оценить, где у нас лежит оптимальная область, то там статистические методы оказываются на коне. Например, если мы хотим с точностью 20%, то мы очень быстро статистическими методами найдем, где же у нас лежат оптимальные параметры, а потом уже можно запустить более тонкие методы, градиентные или еще какие методы. То есть статистические методы отсюда получается выгодны только на начальных шагах оптимизации, когда мы ничего не знаем, где у нас лежат оптимальные параметры. А вот как только эта область локализуется, тогда дальше упираться и тратить время на статистические методы неразумно, потому что оптимальные значения параметров маловероятно, что нам удастся получить. Причем чем больше количество переменных, тем статистические методы оказываются выгоднее. Но правда после 32, там хоть 200 переменных, эта кривая идет практически полого, практически горизонтально. вот такую простейшую оценку можно дать для статистических методов, и она на практике оказывается действительно работающей. Пока мы ищем с точностью до 10%, ну а что такое 10%, если мы задали номинал емкости от 1 до 1000 пикофарад, то 10% это от 500 до 600 пик надо припаять, или там от 100 до 200. Если вы такое напишите в документах на схеме, вас тут же по стенке размажут. Поэтому как только мы уточнили, где же у нас лежит оптимальное значение, от статистических методов надо уходить, переходить к методам градиентным, которые как раз эффективно работают при хорошем начальном приближении. Так, ну, давайте мы с вами разберем один из вариантов статистических методов самообучения. Ну,